всем привет ребятки я уже давно в киеве в украине впрочем можно сказать больше отдыхал сейчас у нас снова понедельник и нужно браться за работу впрочем я разобрался со своим дипломом все таки его отнес чтобы не его переделали и мне сказали ну где-то на сентябрь ориентируйся чтобы его забрать ну ладно пусть так и будет что еще ну впрочем все сейчас еду в город нужно забрать некоторые детали для телефона отца такой можно сказать мелкий ремонт сделать может заодно посмотрю свой телефон у меня там gps и вайфай не работает как работают но очень плохо и не буду заниматься есть у меня маленькая работа на аутсорсе тоже хочу ей заниматься впрочем на этом пока все сейчас утром зашел в студенческую столовую первого корпуса кпи почему зашел просто хочу показать вам цены что касается цены я взял первые это маленький супчик потом рис котлету пиццу и два компота это все вышло 60 гривен примерно 2 евро вот такие цены но не забывайте что стипендии у нас маленькие обычный студентом бакалавр магистр получает 1400 1700 гривен это примерно где-то 50 евро где-то так аспиранты получают 4 400 это примерно 150 евро стипендии вот так и покажу сегодня вам как выглядит студенческое общежитие семейное студенческое общежитие ну а сейчас за детальками блин ребята это ужас 304 градуса на улице сейчас как раз у нас два часа дня почти какой я думаю детали в забрал сошел даже веганский магазин жене пил веганский клуба с этим шоколадку все что она хотела потому что здесь близко был и ну его честно нафиг я думаю там хоть прохладно друзья что может быть лучше холодного кваса вот такую жару я даже не знаю впрочем вышел с метро вот такой иду думаю надо взять в холодильках вас попить почему бы нет так что может быть лучше холодного класса летом автомобиль с кондиционером кстати про это все чаще думаю почему же я все-таки не купил автомобиль и не приехал сюда на нем и почему же я все-таки сюда на нем не приехал жалею об этом с одной стороны с другой стороны радуюсь потому что я себе купил автомобиль и приехал сюда ну здесь ужасные дороги просто не потом бы пришлось по приезду назад литву делать всю подвеску просто я более чем уверен так что обходимся просто холодным квасом за ваше здоровье как говорится у нас снова неделя много не снимал потому что просто либо работал как бы там на компьютере что-то делал как всегда у меня есть какая-то работа либо отдыхали ходили гуляли где-то по месту ничего особенного но сейчас у нас опять началась новая неделя новые планы и вчера мы уже съездили подали диплом на постель справку несудимости заказали все это нужно для миграционного отдела для посольства и про все документы которые нужны для того чтобы оформить визу и потом чтобы оформить в нж в литве я дополнительно все по полочкам разложу расскажу чтобы вы знали и нигде не искали эту информацию конечно же если она не обновиться сейчас у нас новая неделька и приходится переезжать то есть мы собираем вещи я хочу переехать к родителям пожить некоторое время у родителей а потом уже подготовиться и ехать в литву собственно мы сейчас еще в общежитии в комнатке вот уже подготовил кучу вещей это только первая часть там у нас есть даже свет это наш свет который мы использовали для видео я его заберу с собой обязательно в литву это для него такая лампа штатив он тоже приходится но все остальное пока завозим к родителям а там будем разбираться в общем еще еще много много это только будет такая первая партия вот так там как всегда что-то заряжается в общем вот так вот ключ от камеры все в общем собираю вещи жду родителей завезем первую партию потом еще нужно разобраться с холодильником мониторами у меня один монитор у отца монитор они нам не нужны их нужно продать впрочем вот так вот новая неделя началась и началась довольно таки интересно в общем со мной не скучно решил я нужно отдать микроволновку родителям ну зачем она и решил я разобрать посмотреть нету ли там таракана допустим и они здесь были в общем вот так вот выглядит микроволновка сам контейнер где находится здесь куча всего электроника мозги вот такие они там маленькие совершенно мозги маленький магнетрон магнетрон китайский не знаете микроволновки конечно множество лет но она до сих пор работает и как как бы вот так вот вот это вся микроволновка переключатель есть разный когда дверь закрывается впрочем то что мне нужно было я посмотрел жителей никаких нет если буду собирать и обратно не нужно готовить отдавать